Этой общительной, веселой и не по годам умной девочке 14 лет. Урия Пепит родилась с тяжелым диагнозом – артрогриппоз – поражение верхних и нижних конечностей. Это заболевание получается не дает мне полностью сгибать-разгибать суставы на руках, ногах. С самого рождения для того, чтобы, как все дети, иметь возможность к полноценной жизни, родители возили меня по операциям. Для моего диагноза я очень даже хорошо приспособлена к этой жизни. Урия перенесла более 20 операций, благодаря которым появились жизненно важные навыки. Она может самостоятельно ходить, держать ложку, ручку, посещать школу. Урия Пепит учится на отлично и выделяется творческими способностями. Одна из них – рисование. Два года назад я начала рисовать. Я очень люблю рисовать. К этому меня подтолкнула моя учительница. Она вела у меня изобразительное искусство и, я так думаю, увидела во мне будущий талант. Поэтому, можно сказать, сделала первую инвестицию в мое творчество. Начала участвовать во всех возможных конкурсах. Старалась как-нибудь выделиться. Очень хотела выделиться из толпы. Честно сказать, никогда не любила стоять в сторонке. Урие удалось выделиться не только талантом, но и способностью рисовать, держа кисть в зубах. Этот непростой способ для девочки более привычен. В детстве все-таки было удобнее использовать кисть, держа в зубах, хотя родители говорили, что это как бы не очень правильно. Но даже если я руками могла рисовать, было все-таки не то, что я хотела увидеть. То есть, для меня это получалось как-то не очень красиво. Сейчас, наверное, как-то я свыклась с тем, что кисть в зубах меня более расслабляет. Когда прорисовываешь все детали на картине, каждая деталь как-то избавляет тебя от плохих мыслей, все плохое куда-то улетучивается. Поэтому рисовать картины зубами – это для меня прям медитация. Расслабляет именно держать кисть в зубах. Урье говорит, что будет рисовать, зависит от настроения. Но больше всего ее вдохновляют родные места. Чаще всего мне нравится, и я люблю писать картины именно о природе. То есть, пейзажи получаются у меня лучше всего. Например, картины родного края. Меня вдохновляет природа, люди, которые меня окружают. То есть, все вокруг меня в какой-то мере отображается на моих полстах. Мои картины, в первую очередь, видит моя учительница, учительница изобразительного искусства Беремшев Кеттенна. Урия окончила восьмой класс, но уже определилась с будущей профессией. Я бы связала свою жизнь с педагогикой и связала бы еще и с искусством. Наверное, можно было бы стать учителем изобразительного искусства как раз таки. Это было бы очень для меня, во-первых, любимое дело, во-вторых, наверное, стать учителем также очень интересная профессия. Наверное, все-таки это умиротворение, потому что картина – это как книга для писателя. Если она вызовет какую-то эмоцию в читателе, значит, она удалась. Поэтому хочется создать что-то такое уникальное и при этом получить от этого наслаждение. И, наверное, в будущем я хочу нарисовать какой-нибудь красивый портрет и купить большой холст, очень большой холст и нарисовать туда красивейший портрет. Чей? Секрет. О чем мечтаешь? Вот об этом мечтаю. Хочу купить большой холст и нарисовать, наверное, ну, даже если не портрет, какую-то большую картину, чтобы она где-то висела у меня на видном месте. Я смотрела на нее и думала, вот это я нарисовала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!